Вячеслава Валерьевича Соловьёва Вячеслава Валерьевича Соловьёва называют одним из самых жестоких убийц современной России. В период с 2003 по 2007 год он травил людей страшнейшим ядом – талием. Его жертвы, в числе которых были дочь, жена и даже годовалый мальчик умирали в муках. Подонок не испытывал жалости никому. А чтобы попасть в его чёрный список, хватило бы и одного косого взгляда. Сегодня речь пойдёт о Ярославском отравителе и его чудовищных экспериментах с ядами. У него была маниакальная страсть травить людей. Он, конечно, вменяем. Соловьёв – особый вид маньяка, такого изобретателя. Он сам разрабатывал яды, он сам их реализовывал. И даже не всегда понятно, что ему было интереснее – проверить действия изобретённого яда или действительно убить человека. Будущий маньяк родился 12 марта 1970 года в Ярославле. Мальчик рос в полной семье, его отец и мать были обычными работягами и жили весьма скромно. В детстве слава ничем не отличался от сверстников. И игры, учёба, в общем, как все. В 1988 году он пошёл в армию и попал в дивизию внутренних войск имени Держинского, где получил серьёзную черепно-мозговую травму, упав с вышки. После этого у молодого человека стали случаться вспышки немотивированного гнева. По некоторым данным, находясь в больнице, Соловьёв после ссоры задушил подушкой соседа по палате. Но эта история сошла ему с рук, и дело замяли. Вернувшись домой, Вячеслав женился. С будущей супругой Ольгой, которая дождалась его из армии, он познакомился ещё в старших классах школы. Молодая семья поселилась в трёхкомнатной квартире на Ленинградском проспекте, которую им подарил отчим Ольги. В 1989 году у них родилась дочь Настя. Вот какие трогательные записки писал Соловьёв Ольге в роддом. «Я люблю вас сильно-сильно. У меня нет никого, кроме вас. Я понимаю, что доказать свою любовь слов недостаточно. Нужны дела». Жена Соловьёва была домохозяйкой. Она занималась разведением цветов, водила дочь в художественную школу и ухаживала за мужем, у которого обнаружили сахарный диабет второго типа. Вячеслав неплохо зарабатывал. Недолго проучившись в местном политехническом институте, он бросил учёбу и открыл свою ферму. В 2002 году Соловьёв посмотрел фильм «Настольная книга молодого отравителя», посвящённый жизни серийного убийцы Грэма Янга. А затем прочёл детектив Агаты Кристи «Вилла белый конь», где описывалось отравление талием. Эти истории настолько увлекли Вячеслава, что он решил поэкспериментировать с ядами. На одном из местных предприятий Соловьёв купил различные препараты, в том числе и 400 грамм сульфата талия, за который заплатил 2500 рублей. Изучив в интернете и в библиотеке рецептуры смертоносных смесей, Вячеслав изготовил четыре вида ядов. Сперва он испытывал отраву на самом себе, всякий раз спасаясь заранее подготовленным антидотом. Затем подопытной стала кошка Соловьёвых. Животное, которому экспериментатор подсыпал порошок в миску с кормом, умерло в муках. Если доза не очень большая, то есть вот как бы около одного грамма, то действие на организм оно как-то постепенное. То есть у человека могут заболеть и отниматься ноги, выпасть волосы. Первоначально его симптомы принимают, как симптомы пневмонии. На кошке отравитель не остановился. После очередной ссоры с женой, которая, как позже будет говорить, Вячеслав ему надоело, он начал добавлять яд ей в еду. После куска жареной рыбы, которую Соловьёв начинил отравой, Ольге стало плохо. Её госпитализировали. Но тогда порция яда оказалась небольшой и женщина выжила. Ольга стремительно худела, но списывала это на занятия спортом и эффект от иглоукалывания. Однако в декабре 2003 года её состояние резко ухудшилось. Она впала в кому и вскоре скончалась, несмотря на все усилия врачей. Точную причину смерти патологоанатомы установить не смогли. Вскрытие показало, что у покойной отказали печень и почки. Через некоторое время после смерти супруги Вячеслав наметил новую жертву – соседа Михаила. Соловьёв ненавидел его за чрезмерное пристрастие к спиртным напиткам. Михаил порой напивался и ложился спать в общем тамбуре, мешая соседу попасть домой. Последней каплей для Соловьёва стала пропажа автомобильного аккумулятора, который он неосмотрительно оставил у входной двери. Кражу отравитель списал на соседа-алкоголика и стал готовить месть. Однажды он пригласил Михаила в гости, купил водку и приготовил красную икру с ядом. Маньяк знал, что от бутерброда с деликатесом сосед не откажется. Но Михаил неожиданно ушёл в запой и пропал на несколько дней. Соловьёву пришлось спрятать отравленную икру в холодильник. Когда он ушёл на работу, часть икры съела его дочь, 14-летняя Настя. Красная икра, банку красной икры вы купили для соседа? Да. Купили, открыли её и сразу уже подготовили к отравлению, да? Да, перемешал, то есть она уже легко растворяется, и соответственно икра же она там в масляной консистенции, то есть в масле это всё растворилось, всё стало незаметно. Я её закрыл плотно, как будто она была неоткрытая. То есть и я оставил. То есть в общем-то всё, искал случая с ним встретиться, но, к сожалению, дочь употребила, а не сосед. В тот же день она попала в больницу. Состояние девочки ухудшалось с каждым днём. У неё выпали волосы и стали отниматься ноги. Врачи провели множество исследований и взяли у пациентки все возможные анализы, но определить причину её болезни так и не смогли. Отец даже не попытался спасти дочь, и о яде не сказал. «Из-за чего я не сказал врачам? Это была моя слабость, трусость. Я побоялся своего разоблачения в отравлении жены», – позже говорил отравитель. Промучившись несколько месяцев, в августе 2004 года Настя умерла. Соседям Соловьёв сказал, что девочка не пережила смерти матери и покончила с собой. Ему, как исследователю, было интересно наблюдать, как умирает дочь, как действует его яд. И яд нельзя определить, и всё это грело ему душу, его самолюбие больше, чем чувства по поводу смерти дочери. Есть ещё один момент. Жена нелюбимая, жену отравил. Яды Соловьёва действовали безотказно. Поэтому дочь любимой, если она была любимой, быть перестала любимой дочерью. Она стала подопытным кроликом, объектом его исследования. Вскоре после этого Вячеслав закрыл свою фирму, продал квартиру и переехал к новой знакомой, которая занималась торговлей на местном рынке и жила на улице Урицкого. Устроиться на работу Соловьёву помог его отец, который занимал должность на нефтеперерабатывающем предприятии. Благодаря своим связям он пристроил Вячеслава инженером-снабженцем в строительную компанию. На новом месте Вячеслав стал потихоньку травить сослуживцев. Он подсыпал яд в графин с водой, который стоял у него в кабинете, а потом наблюдал, как сослуживцы жалуются на тошноту, боли в животе и выпадения волос. Они пугались и грешили на следы тяжёлых металлов на территории предприятия. Однако экспертиза, которую провели приглашённые специалисты, эту версию не подтвердила. Одному из коллег Соловьёву повезло меньше других. Он несколько раз попадал в больницу. В конце концов у него отказали ноги. А потом очередь дошла и до новой избранницы-отравителя. Полгода спустя, после начала совместной жизни, Ирина стала его раздражать. В апреле 2005 года он подсыпал сожительнице яд в кофе. Астахово чем надоело-то? Жили-жили. Потом раз и решили тоже с ней разобраться. А не знаю. Я, если честно, не знаю. Тут так вот звучало, что я там хотел. Я вот её не хотел убивать. Я её хотел просто напугать. То есть, что ей стало плохо и всё. Она после первого раза не поддалась на эти мои провокации с её состоянием здоровья. А второй раз я решил применить побольше. А это оказалось то, что её привело к смертному удовольствию. После второй порции яда Ирина скончалась. Убийца сообщил врачам, что причиной смерти стал энцефалит. Якобы незадолго до смерти Ирина укусил клещ. Медики Соловьёва почему-то поверили. Но его родной отец заподозрил неладное. И поделился страшными догадками с сотрудниками прокуратуры. Впрочем, они не приняли слова Соловьёва-старшего всерьёз. А зря. «Если бы Славу задержали в 2005 году после моего первого обращения, сколько было бы жизней спасено», – позже говорил Валерий Соловьёв. Узнав об этом, Вячеслав стал угрожать родителю и заявил, что тот подошёл к самому краю пропасти. Но отец всё же попытался предупредить новую возлюбленную Соловьёва, тренера по акробатике Оксану, с которой тот сошёлся осенью 2006 года. Однако женщина, которая в одиночку поднимала двух маленьких дочерей и была безумно рада появлению в доме мужчины, лишь отмахнулась от «свёкра» с его подозрениями. Отравитель с виду был примерным семьянином. На машине отвозил гражданскую жену на спортивные сборы, а сам в это время заботился о падчерицах. Однако со временем он начал испытывать ненависти к новой избраннице. Впрочем, прежде чем расправиться с Оксаной, Соловьёв успел отравить сотрудника Дзержинского РОВД, капитана Вячеслава Щербакова. К нему на допрос Соловьёв попал в августе 2006 года по делу о массовой драке, которая произошла в феврале того же года в одном из городских кафе. В ходе конфликта отравитель ударил своего обидчика ножом, и на допросе капитан Щербаков пытался выяснить, кто был зачинщиком той драки. Но Соловьёву очень не понравилось, с каким напором следователь вёл беседу. Улучив момент, когда Щербаков отвлёкся, Соловьёв подсыпал яд в его чашку с кофе. Яд находился в кармане, в пузырьке, я ему насыпал в кофе. А Душа и Щербакова насыпали ядом? Ну так, там же ведь на глаз, тем более времени было у меня, может быть, 10 секунд каких-то, когда он отсутствовал, когда женщина отвернулась, там следователь находилась. Так ещё был свидетель даже? Ну, следователь находилась в кабинете. Она просто отвернулась в тот момент, и я насыпал ей. Позже из этой же кружки выпила кофе и напарница Щербакова. Несмотря на то, что женщину долгое время мучили приступы учащённого сердцебиения и головокружения, она выжила. А капитан прожил недолго. В августе 2006 года он скончался от тромбоза лёгочной артерии, вызванного отравлением. В тот момент, когда я делал ситуацию с Щербаковым, я хотел его наказать, я хотел отправить его действительно на тот свет. Что до Соловьёва, то его в итоге признали виновным по делу о поножовщине. Но он отделался условным сроком. Отравив капитана, Вячеслав решил расправиться с очередной любовницей. Когда они вместе отправились в гости к бабушке Оксаны, которая жила в посёлке Красный Профинтерн, он подмешал порошок в графин с морсом. Выпив его, Оксана слегла, подумав, что заболела гриппом. Однако благодаря крепкому здоровью выжила. А для её бабушки отравленный морс стал приговором. Она умерла. В марте 2007 года отравитель начал травить соседей по квартире. Сестру Оксаны Наталью, её мужа Евгения и их годовалого сына Сашу, плач которого сильно его бесил. Соловьёв подмешал яд в банку с водой, с которой пила вся семья, включая малыша. Первым в больницу попал ребёнок. Он внезапно стал падать, хрипеть и задыхаться. Испуганные родители вызвали скорую, и мальчика в срочном порядке доставили в реанимацию. Врачи всю ночь боролись за жизнь ребёнка, но спасти его так и не смогли. Саша, которому было суждено стать последней жертвой Соловьёва, умер утром. А через пару дней в клинику прямо с похорон сына доставили Наталью и Евгения. У них началась рвота и поднялась температура. Вначале врачи поставили обоим диагноз «пневмония». Но лечение не помогало. Супругам становилось всё хуже и хуже. У ярославских врачей не было хороших лабораторий для проведения сложных анализов. И они решили обратиться за помощью к специалистам из Санкт-Петербурга. Токсикологов из северной столицы сразу же насторожили симптомы странной болезни, которая сразила Наталью и Евгения. У обоих клочьями выпадали волосы. Специальные анализы показали наличие большого количества талия в организме обоих. Когда привезли анализ, врачи, в общем-то, волосы встали дымом. Мне сказали, что у тебя доза, в принципе, больше, чем в 10 раз превышает смертельную. То есть непонятно, как ты живой до сих пор ещё. А Наташа? У Наташи, в принципе, была смертельная доза тоже. То есть суть лечения, в общем-то, сливали кровь, откачивали плазму, заливали физраствор. То есть вот такая очистка своеобразная, плазма ФРС называется. В общем, когда врач первый раз плазму сливал, в общем-то, я видел, как его передёрнуло, просто самого трясти начало, чего такое. То есть он показал плазму, она была чёрная. Поняв, в чём дело, врачи немедленно приступили к лечению отравления. И супруги пошли на поправку. Но Евгений на всю жизнь остался инвалидом. Выписавшись из больницы, он обратился с заявлением в местное ОВД. Изучив ближайший круг знакомых семьи, следователи, наконец, обратили внимание на Соловьёва. Слишком уж много было вокруг него подозрительных смертей. Обследовав рабочее место отравителя втайне от него, сыщики обнаружили в ящике стола странный компьютерный диск. Выяснилось, что на досуге Соловьёв изучал, как превратить человека в зомби. Хранился у него на работе и диск с фильмом про отравителя Грэма Янга, а также распечатанные кадры из этой кинокартины. За Вячеславом установили слежку. И вскоре милиционеры увидели, как он направился к заброшенным складам на территории своей компании, около которых некоторое время копался в земле. Дождавшись, когда Соловьёв вернётся на рабочее место, сыщики обследовали то место, куда он приходил, и нашли там странный пузырёк с порошком белого цвета. Часть вещества взяли на экспертизу, которая подтвердила. В пузырьке был яд на основе талии. В мае 2007 года 37-летнего маньяка задержали в тот момент, когда он откапывал пузырёк. К слову, за несколько дней до этого Соловьёв оказался в центре скандала в собственной компании. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как он распылял в туалете газовый баллончик. Следователи решили провести эксгумацию всех погибших, связанных при жизни с отравителем. И судмедэксперты во всех останках обнаружили талий. Впрочем, Соловьёв и не отрицал своей причастности к отравлению. На допросах он с упоением иногда по полдня рассказывал об обстоятельствах смерти каждой из своих шести жертв. Отравитель сообщил, что каждый год навещают могилы отравленных им женщин. Умолчал он поначалу лишь о случае со следователем Щербаковым, но затем сознался и в этом. Психолога психиатрическая экспертиза признала Соловьёва вменяемым. Однако после первого же судебного заседания маньяк попытался свести счёты с жизнью прямо в здании суда. Его успели спасти. Но после этого в деле наступил перерыв. Сначала подсудимый проходил положенное лечение, а затем специалисты провели ещё одно освидетельствование. Но и на этот раз вердикт психиатров остался прежним. Соловьёв вменяем. Это решение вполне устроило подсудимого. В отличие от большинства маньяков, мечтавших вместо камеры отправиться в психиатрическую клинику, отравитель не хотел попасть на принудительное лечение. Ознакомившись с доводами следствия, отец маньяка фактически отказался от сына, проклял его и потребовал для него самого жестокого наказания. А мать Вячеслава, которая до последнего не верила в причастность сына к смертям Ольги и Насти, ходила на судебные заседания и присутствовала при последнем слове отравителя. К финальному выступлению Соловьёв тщательно подготовился и записал речь в тетрадку. Маньяк не стал просить прощения у родственников жертв и лишь пожаловался на здоровье. Инвалидность второй группы, гепатит и гипертонию. Он также отметил, что добровольно признался во всех преступлениях и попросил не наказывать его слишком сурово. «Мне хотят дать максимальное наказание, но мы же не в Средневековье живем, когда всем правит инквизиция», – заявил отравитель. Впрочем, монолог подсудимого суд не впечатлил. Маньяку назначили пожизненное лишение свободы с выплатой в пользу родственников жертв около миллиона рублей. Однако до колонии особого режима Соловьёв не добрался. В декабре 2008 года отравитель скончался в одиночной камере СИЗО Ярославля. Причиной стало флегмона – гнойное воспаление подкожных тканей, которое на фоне сахарного диабета оказалось смертельной для осуждённого. Не исключено также, что свою роль сыграли эксперименты с ядами, которые Соловьёв проводил на себе. Его исповедником невольно стала я сама. Перед смертью Соловьёв распахнул мне душу. Он признался, что его тянут на тот свет души детей, которых он отравил. Умирая, он говорил, что виноват в их смерти, и что это злодейство ему даром не пройдёт. «Бог накажет». Он умолял меня пригласить в камеру священника, чтобы покаяться в своих грехах. Однако я не успела. У него началась рвота, и он впал в кому. Рассказала сотрудница СИЗО, в котором находился маньяк-отравитель. Продолжение следует... Продолжение следует...